Беспрецедентный приговор в республиканской судебной практике. Мастера комедорожной компании Андрея Жилина признали виновным в нарушении правил безопасности приведения дорожных работ, что привело к смерти двух человек. Резонансное ДТП произошло 30 июля 2014 года на трассе Ухта-Сосногорск. ВАЗ-10 модели совершил наезд на яму, вырытую ранее рабочими при ремонте асфальта, после чего седан выбросило на встречку, где он столкнулся лоб в лоб с грузовиком Митсубиси. Какое наказание получил фигурант уголовного дела, знает Антон Булаев. Яму размером 1,5 на 2,5 метра и глубиной в 13 сантиметров не сразу признали виновницы аварии. Следователи поначалу допускали возможность ошибки погибшего водителя, но вскоре эту версию отклонили. Судя по этим кадрам, объехать такую яму без выезда на встречную полосу было невозможно. Известно, что хозяин Лады заметил дорожную ловушку в последний момент, когда сбрасывать скорость было уже поздно. Данный дорожный мастер мог устранить эту помеху путем засыпки этой штрабы, либо второй путь, который был бы более логичен, должен был бы установить ряд дорожных знаков, которые позволяют водителям заблаговременно понять, что на данном участке проводятся дорожные работы. То есть, целый комплекс дорожных знаков начинает поэтапно снижение скорости и кончая теми знаками, которые говорят, что у нас полоса для движения закрыта, знаки преимущества движения и проезда. Потом дорожники оправдывались. Закончить асфальтирование ямы им помешал дождь. Мастер принял решение перенести работы на следующий день. Но ни предупреждающих знаков, ни ограждений на этом участке дороги рабочие не выставили. Именно это, по версии следствия, стало основной причиной ДТП, в котором погибли два парня, а три девушки получили тяжелейшие травмы. Проверяют преступную небрежность, осознавая, что в связи с наличием, что указаны явные ямы, штрабы, движение в указанном месте по данной полосе актов дороги, невозможное нарушение права безопасности. При проведении дорожных работ, предусмотренных нормативными и законодательными актами России, не предпринял мер к их выполнению. При этом, имея реальную возможность обеспечить безопасность дорожного движения на указанном участке дороги, тем самым, возможность предотвратить дорожно-транспортное происшествие. Несколько часов судья зачитывал показания более десятка свидетелей. Рабочих, пострадавших, сотрудников ГИБДД, следователей. Следствие показало, что мастеру дорожных работ, который руководил целой бригадой работников, стоило только позвонить свою компанию, сообщить, что пошел дождь, что он не может загончить ремонт, что ему нужно дополнительные какие-то знаки, какие-то ограждения и все. В этом случае, если бы компания не отреагировала, тогда можно было бы говорить о том, что еще кто-то подлежит наказанию. Здесь вот просто его преступная халатность, я считаю, которая привела к таким последствиям. Суд признал мастера дорожной компании Андрея Жилина виновным и назначил 5 лет и 6 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание молодой человек будет в колонии-поселении. Туда он должен явиться сам в течение 10 суток. Кроме того, дорожнику на 3 года запрещено заниматься профессиональной деятельностью. В законную силу приговор пока не вступил. Вердиктом суда потерпевшая сторона осталась довольна. Родственники пострадавших и погибших в этом ДТП молодых людей надеются, что этот показательный процесс заставит дорожников поменять свое порой халатное отношение к работе, что в будущем исключит повторение подобных трагических событий.